Это стол. Здесь находится новорожденный ребенок на этом столе. Над ним находится нагревающая лампа. Также к нему подключен монитор, на котором видно показания сердечной деятельности, сатурация кислорода, температура тела. Вот на таких тренажерах учатся студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета. Пару лет назад для них был построен новый корпус – институт симуляционных и аккредитационных технологий. Центр оснащен современным технологическим оборудованием. Таким образом, у юных медиков появилась возможность оттачивать навыки для проведения практически всех медицинских процедур. Есть отдел неотложной помощи, стоматологическое и медико-профилактическое отделение. Циклы обучения здесь краткосрочные и длятся от трех до шести дней. Также проходим теоретические занятия, также при оказании первой медицинской помощи и неотложных состояниях. К сожалению или к счастью, данные навыки нам приходится применять не очень часто, поэтому чем больше мы тренируемся, тем лучше мы подготовлены к следующим каким-то таким ситуациям. Поэтому это очень важно. Чем чаще, тем лучше отрабатывать. Применять полученные знания на практике студенты отправляются в муниципальные больницы. Свои лечебные учреждения главврачи презентуют на специальных собраниях. Во многих учреждениях есть студенты, которые обучаются по целевому договору, все целевики едут на практику в свои учреждения. И после таких встреч у студентов появляется интерес к учреждениям Приморского края. И они на любом этапе обучения могут заключить целевой договор и уже в будущем тем самым обеспечить себя работой. На встречу приехали представители Хорольской, Пожарской, Октябрьской и других районных больниц. Условия для студентов примерно одинаковы. Ребятам оплачивают проезд до места практики, расселяют в гостиницы, общежития или квартиры, выплачивают прибавку к стипендии. Средний возраст наших работающих врачей 56 лет и старше, поэтому наставников у нас хватает по любой специальности. Если к нам специалисты возвращаются, подъемные на одного врача 250 тысяч. Если это семейная пара, как правило, за время студенчества складывается много врачебных пар, это 500 тысяч. Завлекают ребят и выплатами в рамках госпрограммы «Земский доктор» и перспективами карьерного роста. Однако работать в районах студенты не спешат. Разве только те, кто приехал во Владивосток из муниципалитетов. Я сама уроженка из Дальнегорского района Приморского края. И я планирую пойти по целевому направлению в свои больницы, но пока еще этого не сделала. Потому что на тот момент, когда я поступала в ВУЗ, у меня были совершенно другие планы. И сейчас, когда говорят об условиях и развитии нашего края, мне прельщают такие условия. Я уже проходила в Арсеньеве, продолжаю проходить летом предстоящие. И, конечно, работаю туда. Но все же есть те, кто предпочел городу периферию. Врачи собственным опытом доказывают – поднимать здравоохранение в крае занятия не только правильное с моральной точки зрения, но и довольно перспективное. Свою трудовую деятельность я начал с города Владивостока. Последнее место работы – это краевой противотуберкулезный диспансер. 18 лет отработал на одном месте. Но дальше родина позвала и поехал. В принципе, больших отличий не почувствовал, имею в виду город и село в плане комфорта. Я человек неприхотливый, но Харольский район достаточно комфортный для проживания. Это и близкий район к городу, как к Уссурийску – это всего лишь полчаса езды, 40 минут. До Владивостока – это два часа. Рядом озеро Ханка, красивые места, поэтому достаточно комфортно. Такие встречи для студентов будут продолжаться до конца апреля. Руководство вуза надеется, что каждый студент найдет себе достойное место не только для практики, но и для дальнейшей карьеры. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.